Университет ИТМО – крупный государственный вуз Санкт-Петербурга, один из национальных исследовательских университетов России. ИТМО входит в число 15 российских университетов, участников проекта от 5 до 100 повышения международной конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров. Научные приоритеты университета – информационные и фотонные технологии. Университет включает в себя 19 факультетов, 7 научно-исследовательских институтов, порядка 110 кафедр. По данным на 1 апреля 2014 года, общее число студентов – 13 890 человек, из них иностранных студентов – более 1400. В университете работает около 1200 преподавателей, среди которых докторов и кандидатов наук – более 800. За время существования вуза многие работники и преподаватели удостоились звания лауреатов. Государственных премий были признаны заслуженными деятелями науки. С 1996 года ректор университета Владимир Васильев. История. Днем рождения университета считается 26 марта 1900 года, когда в ремесленном училище цесаревича Николая было открыто механико-оптическое и часовое отделение, в то время единственное отделение в Российской империи, где готовили мастеров этой области. При первом же наборе поступило 65 прошений, тогда как мест было всего 30, на часовую специальность было принято 18 человек. На механико-оптическую 21, от 1917 до 1941 вольт 1917 механико-оптическое и часовое отделение выделилось в самостоятельное учебное заведение Петроградское и техническое училище по механико-оптическому и часовому делу, заведующим которого стал Норберт Болеславович Завадский. Основные классы этого училища в 1920 году были преобразованы в Петроградский техникум точной механики и оптики. Гарфин отдел выделил для него здание в Демидовом переулке. Производственное бюро техникума изготавливало сложные изделия точной механики и оптики широкой номенклатуры. В 1931 году состоялся выпуск первых в СССР инженеров приборостроителей. В 1930 году техникум был преобразован в Ленинградский учебный комбинат, а в 1933 от него отделился Ленинградский институт точной механики и оптики. Литма – первая научно-исследовательская лаборатория института была создана при кафедре технологии оптического стекла. Благодаря разработкам сотрудников этой лаборатории СССР удалось освободиться от импорта дорогостоящих абразивов. В 1937 году в Литма открылась одна из первых в СССР лаборатория счетно-решающих приборов, преобразованная впоследствии в кафедру математических и счетно-решающих приборов и устройств. Уже к осени 1939 года кафедра стала одной из ведущих в институте и занималась разработкой электромеханических вычислительных устройств и приборов. Управление к 1940 году в институте числилось свыше 1400 студентов, работало 27 профессоров и докторов наук, 80 доцентов и кандидатов наук. С началом Великой Отечественной войны 189 студентов и 85 сотрудников Литма отправились на фронт, а еще 450 человек вошли в состав народного ополчения. Учеба в ВУЗе продолжалась и лишь в конце 1942 студенты и преподаватели были эвакуированы в город Черепаново Новосибирской области. В Литма и во время блокады продолжала работать военно-ремонтная база Ленфронта, созданная в первые дни войны, где изготавливались контрольно-измерительные приборы для армейских и флотских подразделений. Во время блокады в цехах института совершенствовались оптические прицелы, ремонтировались артиллерийские бинокли, орудийные панораммы, зенитные визиры, стереотрубы, перископы, вытачивались стаканы для зенитных снарядов, деталей сухопутных и морских мин, прицелы для самолетов. Голодающих жителей города кормили супом в здании в переулке Грифцова. После полного снятия блокады Ленинграда 10 августа 1944 года был подписан документ о реэвакуации. Студенты и преподаватели вернулись в город. Занятия возобновились уже в октябре от 1945 до 1992 вольта. После военной годы университет активно развивался. Уже осенью 1945 года в Литмо был открыт новый факультет электроприборостроения, который вскоре был реорганизован в радиотехнический. На факультете появилась одна из первых в стране кафедра квантовой радиоэлектроники, которая внесла большой вклад в разработку лазеров в СССР. В апреле 1946 года по инициативе президента и ряда действительных членов ФАНССР был открыт инженерно-физический факультет. Среди его выпускников автор открытий в области голографии, лауреат государственной премии Юрий Николаевич Денисюк. В 1956 году на кафедре щитно-решающих приборов началась разработка первой EVM Литмо-1, которая была завершена. В 1958 машина совершала инженерные расчеты в двоичной системе, но ввод данных и вывод результатов был привычный человеку. В 1960-х открылась лаборатория лазерной технологии. В 1970-е был построен учебный корпус на Саблинской улице, являющийся сейчас основным зданием университета. В 1980-е активно развивалась и внедрялась в производство микропроцессорная техника. В связи с этим в Литмо открыл Институт повышения квалификации по новым направлениям развития техники и технологии, предназначенный для специалистов промышленности. В 1992 году Литмо стал Санкт-Петербургским институтом точной механики и оптики. В 1994 институту присвоили статус университета. В том же году был открыт факультет компьютерных технологий и управления, крупнейший в составе университета. В 1994 году институт выступил инициатором и основным разработчиком сети Ранит-IPCT, объединяющей все крупные научно-образовательные центры. Эта работа велась под руководством профессора Аван Васильева. Институт ставил на другие вузы спутниковые станции «Радуга России», арендованные у Министерства обороны. В 1995 был создан научный центр «Компьютерная оптика». В 2003 году вуз был переименован в Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики. В 2006-2008 годах к структуре университета присоединились Академия методов и техники управления. Институт международного бизнеса и права и Санкт-Петербургский колледж морского приборостроения. 18 августа 2011 года Санкт-Петербургский государственный университет низкотемпературных и пищевых технологий вошел в состав ИТМО как институт холода и биотехнологий. В 2009 году вуз получил статус Национального исследовательского университета, а переименование в НИУИТМО произошло в 2011. С 2013 года университет участник проекта от 5 до 100. Единое наименование вуза с 2014 года университет ИТМО. По механико-оптическому и часовому делу 1920-1930 Петроградский техникум точной механики и оптики 1930-1992 Ленинградский институт точной механики и оптики 1992-1994 Санкт-Петербургский институт точной механики и оптики 1994-2003 Санкт-Петербургский государственный институт точной механики и оптики 2003-2011 Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий механики и оптики С 2011 года Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики. С 2014 года университет ЭТМО «Современность». Руководство с 1996 года ректором университета является заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор технических наук, профессор Владимир Николаевич Васильев. Обучение в университете многоуровневая система высшего образования, бакалавр, четырехлетнее обучение, специалист, пять лет, магистр, два года, аспирант, от трех до четырех года. В УЗИ существуют стипендии, президент РФ, правительство РФ, правительство Санкт-Петербурга, специальные стипендии в области математики, физики, в сфере информационных технологий, стипендии ученого совета ЭТМО, именные им, В.А. Годунова, стипендия Лома и ряда других компаний. Студенты и сотрудники университета получают научные гранты на ведение исследовательской деятельности. Исследования и проекты разрабатывают как по собственной инициативе, так и в рамках международных и госбюджетных контрактов. В 2015 году Министерство образования предложило разработать проект дистанционного онлайн-обучения с получением официальных документов об прохождении курсов. Ряд университетов, включая ЭТМО, вошли в Ассоциацию «Национальная платформа открытого образования». Однако такой проект требует поправок в нормативной базе по лицензии и аккредитации вузов. Несмотря на это каждый вуз-участник должен предоставить не менее четырех онлайн-курсов к концу 2015 года. В ноябре 2015-го четыре российских вуза, среди которых ЭТМО, присоединились к международному образовательному проекту, созданному Массачусетским и Гарвардским университетами. Программа обучения называется ЭТРУСК и включает в себя видео-лекции и тесты. Сотрудничество с зарубежными вузами вуз участвует в ряде программ по обмену студентами и преподавателями, которые финансируются Центром международной мобильности ИДИ и ИДИ. ЭТМО входит в Ассоциацию Европейских университетов Baltic Region University Network. С 2013-14 года ЭТМО в партнерстве с зарубежными университетами из Германии, Нидерландов, Польши, Финляндии, Франции участвует в совместных образовательных программах. Согласно договоренностям вузы-партнеры, как UCLA и ITSM, выдают успешным выпускникам университета ЭТМО второй диплом об образовании и квалификации. Только два вуза Петербурга и ТМО и ЛЭТИ входят в состав университета Шанхайской организации Содружества. УШУС подразумевает включенное обучение, в рамках которого иностранные студенты работают по индивидуальным планам, привыкают к жизни в другой стране. Дополняя таким образом программу их родных вузов по окончании обучения выпускники УШУС, помимо обычного диплома, получают специальный сертификат. Университет входит в Ассоциацию технических университетов России и Китая, созданную в 2011 году, и реализует совместные образовательные программы с ведущими университетами КНР. Эта некоммерческая организация, объединяющая на добровольных началах ведущие технические университеты двух стран, предполагающая обмен студентами и преподавателями АТУРК, была создана на базе Харбинского политехнического университета МГТУИМ. Баумана и ТМУР расширяет сотрудничество с зарубежными вузами путем открытия офисов представительств в других странах. 26 ноября 2014 года офис открылся в Брюсселе, а 26 октября 2015 года в итальянском городе Ореца. Рабочие сотрудничества университет сотрудничает с крупными петербургскими компаниями, как ЦНИ, электроприбор, ЛОМА, ВНИМ, МДИ, Менделеева и другими, где студенты стажируются и впоследствии могут работать. Другим вариантом сотрудничества является тесная связь с ведущими IT-компаниями. В 2011 году генеральный директор Mail.ru-групп Дмитрий Гришин возглавил созданную компанией в IT-мо кафедру интернет-технологий. В 2012 российские программисты, работающие в Facebook, провели лекции в ведущих технических вузах России, включая IT-мо. Туденты университета неоднократно одерживали победы в открытом чемпионате по программированию Яндекс. Алгоритм, организованным российской интернет-компанией, например, в 2013 году были взяты золотая и серебряная награда, а в 2014 – золото. В 2013 году, после пятой победы в чемпионате мира по программированию ACMICPC, Министерство обороны заключило с этому соглашение о сотрудничестве. Задачей университета было создание программного обеспечения для беспилотников и военной работы техники, решение задач моделирования и другие вопросы. Тогда же министр Сергей Шойгу предложил талантливым студентам работу в научной роте как альтернативу службе в армии. В ноябре 2014 года Ассоциация производителей программного обеспечения НПРУСОФТ составила рейтинг российских университетов по уровню успешности. Подготовки IT-специалистов лучшим университетом по версии компании стал университет ЭТМО. Тогда же ВУЗ совместно с Ассоциацией провел конференцию, где обсуждались выгоды от успешного выступления в международных соревнованиях по программированию «Научная жизнь». Университет проводит и принимает у себя Олимпиады, конкурсы, конгрессы, форумы, научно-практические конференции, в том числе и международные. Среди конференций, в которых принимал участие университет в 2014 году, есть Международные дни дифракции, фундаментальные проблемы оптики, лазер оптикс. В ноябре 2013 года университет ЭТМО стал одной из базовых площадок Всероссийского студенческого форума. Университет проводит ежегодный международный форум, в рамках которого партнеры ЭТМО и представители бизнеса обсуждают проблемы трансфера технологий развития инновационной экосистемы. Среди других мероприятий – фестиваль по социальному предпринимательству «Ты нужен людям» и деловая игра «Маркетинг инноваций». В 2015 году Жарес Алферов открыл Международный год света в Петербурге и провел в ЭТМО открытую лекцию. В рамках года света в октябре университет организовал в Александровском парке фестиваль световой культуры «Ламифест». Планируется, что фестиваль станет ежегодным. Рейтинг вуза университет ЭТМО – один из 21 вузов участников проекта от 5 до 100, запущенного в 2013 году. Участники стремятся попасть на первые позиции трех наиболее авторитетных мировых рейтингов университетов. Рейтинги ежегодно публикуются по оценке международных рейтинговых агентств «Квакуарили Симондис Руск», «Таймс Хайор Эдьюкейшн» и «Шанхайским университетом Дзиатун Академик Ранкинков Уорлд Юниверситис». Участникам после просмотра дорожных карт выделяют бюджетное финансирование в разных размерах в зависимости от успехов. В марте 2015 года университет ЭТМО вошел в четверку лидеров проекта «Минобранауки» и планирует увеличить субсидирование лидирующих вузов до 1 миллиарда рублей. В ноябре 2015 года страны-участники БРИКС подписали декларацию о сотрудничестве и создали сетевой университет, куда будет входить по 12 вузов из каждой страны-участника. Выбор вузов, которые войдут в сетевой университет, лежит на собственных комитетах. В конце февраля 2016 в список вошел ЭТМО – факультеты и институты. Продолжение следует...